Проблемы этой школы начались в 2003 году. Когда в этой школе, в которой учатся, учились в тот момент 350 учеников в смену, получилось так, что там кусок сзади школы, около территории земельного участка школы, три сотки земли было выделено гражданке Лукпановой под строительство дома. Земля была дана ей на один год. Это все выясняется из этих исковых заявлений, которые подавала Межрегиональная земельная инспекция нашей области. Эта женщина в 2004 году, в январе, расширила свой участок еще на 13 соток, оторвав их от земли школьного участка. Как это было произведено, никто ничего не знает. Дело в том, что мы об этом узнали буквально в 2008 году. Я была тогда в школьном комитете, в 2008 год в школьном комитете. Пришла директор школы и говорит, не знаю, как к вам обратиться, товарищи родители, вот такая проблема у нас находится. Тогда мы у нее спросили, что вы конкретно хотите. Она говорит, хотелось бы вернуть эту землю, но я, она сказала честно, я боюсь. Я боюсь. Поэтому мы подпустили. Чукеева была тогда директор. Сейчас прошел слух, идет такой слух, что территория школы вообще продана, это было зимой. Потом выходит газета «Прикаспийская комонна», и в этой газете я читаю, если бы она мне не попалась на глаза, может быть, я бы так не возмущалась, не пришла бы с этими документами. Там написано, что будет построена школа на 160 человек, и все. Что такое 160 человек? Что такое 160 человек? На момент, когда школу закрыли, здесь училось 350 человек в одну смену. Значит, две смены было 700 учеников. Мы в три смены учились, Ханя Сапасовна. Две смены учились, мы до этого, мы в три смены учились. 160 человек, тогда это вообще 5 смен, что ли, будет? Я не знаю. Выходит так? 160 человек, куда нам есть? Кого-то привод в школу, кого-то не приводит. Действительно, будут тогда по блату принимать. Кто будет деньги платить директору, того и принять. А куда вернутся все дети, которые сейчас ушли в 18-ю школу? Они же к вам должны вернуться, а места нету? Куда? А самое главное, еще новые дети раздаются, они куда пойдут? Тем более, директор спокойно дала ответ. Не нравятся наши условия? Пожалуйста, идите в другую школу. Идите туда, куда вас примут. Куда мы пойдем? 17-я школа – это лицей, 10-я школа – это казахская школа. Например, мой сын учится в русском классе. В 22-ю я не поведу. Далеко вообще. 18-й для меня далеко. А 22-я куда это я? 17-я школа меня тем более не примет, лицей он. У меня тоже таких денег нет, чтобы каждому платить, ходить, чтобы ребенка моего учили. Вот было от нашей стенки, от школы здания, туда было 25 метров. Это была охранная зона. Потом дальше шла красная линия. От красной линии дальше еще было пусто. Тоже было 25 метров. Все было соблюдено, в советское время было построено. Сейчас, вот с правой стороны от нас стоит бизнес-центр, с левой стороны у нас стоит вот эта вот английская школа, сейчас она не знаю, как там называется. Вот эта школа стоит. Посмотрите, какие они сделали ограждения около своих этих зданий. Может быть, им землю дали вот на эти только здания. А посмотрите, что они здесь, у них там и машина паркуется, и все, что угодно. Нашей школе вход оставили 6-8 метров. И то все время этот вход забит машинами. А сейчас вообще, на той неделе забор стоял на месте, ворота были открыты, машины стояли здесь. Вернуть все на место, сзади зачем-то опять в прошлом году подняли в столовую. Для чего? Школа не работала, столовая опять подняла. Не только, ладно, мой ребенок. Есть внуки по 2-3 внука, есть многодетные матери, у кого по 5-6 детей, и то в эту школу ходили. Мы хоть и в 3 смены учились, но ходили мы. Потому что нам здесь уютно было. Это наша школа. Нам бы хотелось, чтобы нам построили как нормальную трехэтажную школу, как именно 18-я. Территория наша позволяет, по возможности она позволяет, если, конечно, не сказать то, что забрали 13 гектаров земли. Маленькую школу куда поместимся мы? Ходить тогда в 5 смены, что ли, выходит? Если в маленькую школу на 160 человек построят, но у нас 350, 400 детей будет, 450. Смена только. Смена только. Это куда мы тогда? Выходишь в 4 смены, будем учиться, что ли? Мы и так там в 3 смены учимся, в 18-й школе опять. В 3 смены опять учимся. Но да-то слой был дан, да. И там, и здесь был та же, и там тоже. Потому что там только нам даем первый этаж, и то вот эти маленькие помещения, и третий этаж один. Все. Мы с 2 смены учились, но мы не можем помочь, и мы не можем помочь, но мы не можем помочь. Мы не можем помочь.